У нас с вами эта неделя завершится главным политическим событием для нашего города. У нас пройдут муниципальные выборы, по итогам которого будет сформирована полностью и законодательная власть, и исполнительная власть. Поэтому я сегодня хочу, чтобы руководители предприятий, работники бюджетной сферы приняли активное участие, пришли на выборы, привели своих родных, близких и своей активной жизненной позиции. В общем, выразили свое мнение, поддержали тех кандидатов, которые вы считаете самые достойные, которые действительно будут представлять интересы большинства населения, которые действительно будут болеть душой за развитие города, который приложит все усилия для того, чтобы начались в Вангороде перемены к лучшему. Я уверен, что все кандидаты, которые придут в новый совет, в новом формате, уже будут как минимум людьми успешными, компетентными. Если кто-то что-то не знает, то будем помогать, будем учить, как говорится. И, безусловно, я думаю, что у Ивангорода на сегодняшний день складывается ситуация, которая не позволяет откатываться назад, необходимо только идти вперед. Чем больше единомышленников будет сосредоточено в органах власти, тем более быстрыми темпами мы пойдем с вами к созданию более комфортных условий для наших жителей. Поэтому 8 число с 8 утра до 20 вечера избирательные участки будут работать, будут ждать. 8 сентября для жителей нашего города будет организовано много развлекательных мероприятий. Они будут организованы для разных категорий населения. С утра, с 11 утра до 17 часов вечера на территории рынка у нас будет работать сельскохозяйственная ярмарка. Так как у нас с вами 4 участка избирательных, где мы будем с вами голосовать, то возле каждого участка тоже будут проходить мероприятия. Значит, на участке возле школы номер 2 у нас пройдет концерт с участием артистов Санкт-Петербурга и с участием интерактивной программы тоже с артистами Санкт-Петербурга для детей. Этот концерт начнется в 12 часов и закончится полвторого. Там будет детская программа, там будут выступать у нас артисты Санкт-Петербурга, также там будет организована солдатская каша. На территории школы номер 1, где у нас работают участковые комиссии, с 15 до 16 для детей будет тоже организована интерактивная программа. Будут ростовые куклы, будет шоу мыльных пузырей, где ребята могут посмотреть, поиграть, поразвлекаться. Далее у нас в городском доме культуры будет проходить концерт бархатный сезон с 14 до 15 часов. На городской площади у нас будет в 17 часов тоже организован концерт с участием артистов Санкт-Петербурга. Сначала это будет детская интерактивная площадка, затем это будут музыкальные танцевальные коллективы выступать из Санкт-Петербурга. Также мы в этот день организовываем конкурс «Смотр урожая 2019». Все наши жители, гости города, которые хотят похвастаться своим любым урожаем, это могут быть овощи, фрукты, ягоды, цветы, вот все, что вы желаете нужным и хотите показать, похвастаться, можно принять участие в этом смотре-конкурсе «Урожай 2019» и получить приз и подарок. Поэтому я приглашаю всех наших жителей принять участие, отдохнуть в этих праздничных мероприятиях под лозунгом, который у нас пройдет, осенний праздник. Вся программа, о которой уже сказала Марина Вячеславовна, она рассчитана на создание хорошего настроения, для того, чтобы этот день действительно стал праздничным для всех горожан. И их волеизъявление, оно в этот день будет действительно решающим, определяющим, поэтому не надо оставаться в стороне, нужно быть в гуще событий, чтобы потом не говорить о том, что вот за меня кто-то что-то решил и кому-то что-то не нравится. Каждый голос важен, каждый голос он будет в копилку того или иного кандидата. Поэтому все идем на выборы, мы изъявляем свою позицию, определяем сильнейших и дальше уже будем работать. Редактор субтитров А.Семкин